Отголоски Норвегии в камне наоби. Местная жительница шьет куклы в стиле тильда. Игрушки заказывают даже в Москве, Самаре и Владивостоке. Чем эти куклы отличаются от традиционных? Смотрите далее. У непосвященных эти куклы вызывают недоумение. Руки, ноги, глаза, нос, все на месте. А вот рта у игрушки нет. И первое время я как бы всем объясняла, что игрушка, которая будет с вами, она примет ваше настроение, вы будете радоваться. И игрушка, она же ручная, сделана с душой автора, да? Она примет настроение, которое у вас. Тильда, так называют этих кукол, изобретение норвежской мастерицы Тони Финнигер. В последнее время куклы такого рода стали популярны в России и Европе. Виктория Невзорова первый раз сшила ее полтора года назад в подарок родственнику. Тогда пришлось раскроить две синтепоновые подушки. А потом, как говорит сама, заигралась и теперь шьет на заказ. Одежда, ну я использую любые материалы, в отличие от норвежского автора, да? У нее только натуральные ткани. У меня это и хлопок, и велюр, и вельвет, и микровельвет, и фатин. Ну, различные материалы, которые только есть у нас. Задумки ищет в интернете. Выкройку делает сама. Когда готово туловище, куклу нужно одеть. Юбка, кеды, жилетка. На финальном этапе дизайн, бусины, пуговицы, ленты. Сейчас ее дом наполнен мягкими человечками, зайцами и кошками. Заказы расписаны на месяц вперед. Кукол каменской мастерицы ждут в Москве, Воронеже, Самаре и Владивостоке. Ну, я очень радуюсь, когда мне присылают в ответ фотографии, где малыши открывают посылочку, а там вот достают эту куколку, обнимают ее, целуют. Детские эмоции, они же, их же не подделаешь, они же искренние всегда. На одну игрушку Виктория Невзорова тратит 5-7 дней, бывает и больше. Самое трудное, говорит девушка, создать конечный образ. Это для нас с вами. Кукла – это лишь игрушка, а для автора – живое существо. Дарья Масалова, Дмитрий Козерлыга. Новости.